Так, теперь нам предстоит блок по патологии поджелудочной железы. Открывает этот блок доклад профессора Александра Нисоновича Козюлина, который представит ошибки в диагностике лечения пациентов с хроническим панкреатитом. Пожалуйста, Александр Нисонович. Глубоко уважаемые коллеги, наша сегодняшняя с вами беседа будет посвящена ошибкам в диагностике лечения пациентов с хроническим панкреатитом. В общем, необходимо сказать, что до примерно середины 20 века поджелудочная железа оставалась, можно сказать, терринкогнито, в силу того, что клинических проявлений специфических для ее патологии практически нет, а данные лабораторных инструментов медисследования, которые бы отражали ее морфологическое функциональное состояние, также отсутствовали. И только с введением подобных методов исследования, как видно на этом графике, произошел взрыв интереса к проблемам хронического панкреатита, проблем железы и, в частности, хронического панкреатита. И вот на последнее время, по данным поисковика по проблемам хронического панкреатита, было опубликовано 22782 работы. Какие же проблемы введения больных хроническим панкреатитом в России? Интерес к хроническому панкреатиту закономерно отражается в большом количестве исследований. Мы их знаем, мы их видим, мы их читаем, ну, кое-кто даже пишет. Но их результат не всегда попадает на стол к практическому врачу. Надо сказать, что в России были доступны публикации обзорного плана, содержащие различные рекомендации. Однако, к сожалению, должен сказать, что не всеми авторами корректно преподносится обзорный материал. По-разному интерпретируются результаты зарубежных, да и собственных исследований, а иногда наблюдается просто неточный перевод источника. Соответственно, ряд врачей, в основном не специалистов в области гастроэнтрологии, имеют слабую теоретическую базу в отношении хронического панкреатита. Причем наибольшее количество ошибок, как свидетельствуют данные эпидемиологические и статистические, касаются вопросов фармакотерапии, что резко обостряет важность проблемы ввиду отсутствия широкого спектра новых лекарственных средств для лечения хронического панкреатита. Ну, давайте начнем теперь перечислять ошибки. Первая ошибка – использование устаревших классификаций хронического панкреатита. Должен вам сказать, что в настоящее время имеются две авторитетные во всем мире классификации. Это ТИГАР-О, в соответствии с которым выделяют токсический, метаболический, то есть связанный с вопотреблением алкоголем, тамокурением и так далее, идиопатический, включая тропический, наследственный, аутоиммунный, причем изолированный и социированный с другими аутоиммунными заболеваниями, хронический панкреатит, как следствие рецидивирующего и тяжелого острого панкреатита, обструктивный, который включает в себя стеноз сфинктера ОДИ, обструкцию протока, например, опухолю, преампуляренными кистами двенадцатиперстной кишки, посттравматические эрупции, панкреатитивизм. И последняя классификация – это многофакторная классификация хронического панкреатита M-АНХЕЙМ. M – это множественные факторы риска, A – это злоупотребление алкоголем, N – воздействие никотина, N – второе – пищевые факторы, H – это наследственные факторы, E – факторы, влияющие на диаметр панкреатических протоков и отток секретов подзвучной железы, то есть эфферентные факторы, I – и иммунологические факторы, M – различные редкие метаболические факторы. Значит, каковы же клинические стадии хронического панкреатита по классификации M-АНХЕЙМ? Итак, бессимптомная фаза хронического панкреатита. 0 – субклинический хронический панкреатит. А – период без симптомов. Определяется случайно, например, при аутопсии, при спокойно случайной непанкреатогенной причине смерти. B – острый панкреатит – первый эпизод, который, возможно, является началом хронического панкреатита. И C – острый панкреатит с тяжелыми осложнениями. Хронический панкреатит с клинической манифестацией. Первая стадия – без недостаточности подзвучной железы. А – рецидив острого панкреатита между эпизодами острого панкреатита в боль отсутствует. Б – рецидивирующая или постоянная абдоминальная боль, в том числе боль между эпизодами острого панкреатита. И первая – А, либо Б – с тяжелыми осложнениями. Вторая стадия – экзо- и эндокринная недостаточность. А – изолированная экзокринная или эндокринная недостаточность без боли. Б – то же самое, но с болью. С – А, либо Б – но еще и с тяжелыми осложнениями. Третья стадия – экзо- и эндокринная недостаточность поджелудочной железы в сочетании с болью. А – экзокринная и эндокринная недостаточность поджелудочной железы с болью, в том числе требующая лечения анальгетиками. И, значит, и Б – три с тяжелыми осложнениями. Три А с тяжелыми осложнениями. Четвертая стадия – уменьшение интенсивности болевого деминального синдрома, то есть стадия перегорания поджелудочной железы, когда функциональным остается 5-10% панкреатоцита. А – экзокринная и эндокринная недостаточность поджелудочной железы при отсутствии боли без тяжелых осложнений. И, Б – то же самое, но с тяжелыми осложнениями. Какова вторая ошибка? Несвоевременная диагностика обструктивных формах хронического панкреатита, возникающих вследствие органической патологии протоковой системы, большого сосочка 12-перстной кишки, общего железного протока 12-перстной кишки, которые создают затруднения оттока секрета поджелудочной железы. К чему же приводит это? Необходимо отметить, что лечение больных с абстрактивными формами патологии, базирующихся на современных, преимущественно малоинвазивных хирургических методиях, при их своевременном проведении дают очень хороший клинический эффект с благодарным прогнозом данной формы. В то же время, если данный диагноз поставлен не своевременно, то успевает развиться дилатация панкреатических протоков, фильтрация секретов в промежуточную ткань, с формированием отека поджелудочной железы, протеолитическим некробиозом панкреаций, афтоксимии, проведению, и что требует проведения уже радикального хирургического лечения. Вот известна операция ФРЭ, как видите, схема внизу представлена. Как видите, вследствие этой операции удалена весь этот конгломерат, и остается только фактически половина поджелудочной железы. Естественно, после данной операции, да, болевой синдром уходит у двух третей больных, есть частичное облегчение еще о 14%. Но такие больные уже требуют постоянной заместительной полиферментной терапии. Третья ошибка – игнорирование исходных билярной патологии на фоне манифестации картины обострения хронического панкреатии. Причем необходимо отметить, что часто у больных доминируют выраженные панкреатические боли, в то время как исходная билярная патология у больных с билярным панкреатитом проявляется малоинтенсивными болями в правом верхнем гранте живота, и часто она игнорируется врачом. В то же время лечение билярного панкреатита с игнорированием исходной билярной патологии совершенно бесперспективно. Дальше я постараюсь объяснить это. Итак, мы имеем билярную недостаточность как фактор развития хронического панкреатита и внешней секретарной недостаточной поджелудшей железы. Вследствие того изменения химического состава желчи, хаотического поступления желчи в 12-перстную пишку, нарушается количественный состав и количество желчи в 12-перстную пишку, нарушается пищеварение и всасывание жира, снижается бактерицидность содержимого 12-перстной кишки, развивается микробное обсеменение 12-перстной кишки, с преждевременной деконегацией желчных кислот, и в итоге развивается доодемит, дооденальная гипертензия, дооденогастральный рефлекс, дооденопанкреатический рефлекс, рефлекс гастрит, которые приводят к ограничению выработки холецистокинина, панкреатоземина, дефициту энтерокиназы, снижению стимуляции выработки панкреатических ферментов, недостаточности активации панкреатических протеаз, то есть или с развитием кофиксии, либо выраженного болевого синдрома. Неправильная оценка динамики клинической картины заболевания. Вот, значит, на данной схеме, значит, представлены три фазы течения панкреатита. Компенсатурная, промежуточная и стадия декомпенсации. Как видите, во время атак панкреатита отмечается, значит, в стадии компенсации существительная абдоминальная боль, в том числе, в следствии выраженности секреторного напряжения поджелудочной железы. Так, то же самое и сохраняется в промежуточной стадии. В то время, как уже в стадии декомпенсации вследствие выгорания поджелудочной железы массового гибли в клетках панкреатитов, естественно, болевого синдрома нет, потому что секрет практически не выделяется. Естественно, синдром ухода от ферментов в циркуляцию характерен на фоне приступов боли как для компенсаторной фазы, так и промежуточной фазы. А в дальнейшем, естественно, уровень он снижается. И врач малокомпетентный, к сожалению, либо молодой, неопытный, будет говорить, вот боль есть или боли нет, состояние больного ухудшилось, значит, посмотрите, ухудшилось, боль ушла, и у него ферментов нормальное количество, да, и боли нет. А на самом деле это является проявлением того, что у больного отмечается выраженное поражение морфологическое и, скорее всего, функциональное поджелудочной железы. Ну, по поводу морфологического изменения, посмотрите, как изменяется панкреатический проток. В нем проживаются пробки, кальцинаты. Он расширяется, причем нерегулярно, образуя кисты. В это же время отмечается снижение экзокременной функции поджелудшей железы. И вот уже на стадии декомпенсации таких больных, если на стадии промежуточной таким больным необходимо периодическое назначение заместительной полиферментной терапии, то уже на стадии декомпенсации они нуждаются в постоянной заместительной высокодозовой полиферментной терапии. И то же самое, эндокринная функция постепенно развивается, значит, снижение толерантности глюкозы с развитием диабета сахарного второго типа. Пятая ошибка. Отказ по различным пентинам от проведения современных лабораторных методов оценки тяжелых течений панкреатического панкреатита и наличие в них внешней секретарной недостаточности поджелудочной железы. Итак, оптимальным методом оценки экзокринной функции поджелудочной железы с учетом стоимости и чувствительности метода является иммуноферментный тест на фекальное ластазовое. Дыхательный тест с 13С мечными трилицеридами характеризуется очень высокой чувствительностью и специфичностью. Видите, 91%. Однако для его проведения требуется определенные условия, с чем он пока, к сожалению, не получил широкого распространения. Диагностика внешней секретарной недостаточной поджелудочной железы должна проводиться путем регулярного определения концентрации гликозерного гемоглобина, уровня глюкозы крови натощак или проведения нагручной пробы с глюкозой. Международный экспертный комитет рекомендовал использовать уровень гликозерного гемоглобина как верхний предел 6,5%. Кроме того, в соответствии с рекомендациям Российской гастроэнтерологической ассоциации, для того чтобы оценивать нутритивный статус пациента, необходимо использование достаточно простых клинических и биохимических методов. В частности, определение уровня лейкоцита, лимфоцита, гемоглобина, приальбумина, транспирина, ферритина, альбумина, ретинол-связывающего протеина, витамина В12, фолиевой кислоты, магния и сына. А вот скейнинг нутриционного риска Европейской ассоциации клинического питания, СПН. Он был предложен в 2002 году, но до сих пор он пользуется в клинической практике. И вот на основании анализа достаточно легко, воспроизводимых, легкоопределяемых показателей, таких как альбумин, общий белок, лимфоциты клеток, дефицит массы и индекс массы тела, можно вывести либо легкую, либо среднюю, либо тяжелую степень риска нутриционной недостаточности. Ошибка в методике определения уровня фекальной эластазы, трактовки полученных данных. Необходимо отметить, что диагностическая ценность эластаза в каре резко снижается при ускорении пассажа, диареи, полифекалии, приводит к ложноположительным результатам, так как происходит разведение каловых масс и происходит псевдоснижение данного уровня. Поэтому этот показатель необходимо определять только после редукции диареи и стеотареи. Причем есть три возможных варианта трактовки показателя. Эластаза более 200 микрограмм на грамм, нет первичной, значит, закрытой недостаточности, 0-100 микрограмм тяжелая и 101-200 средняя или легкая закрытая недостаточность. Ошибка в тактике трактовки и назначении инструментальных методов следствия. Эндузия, МРТ и КТ считается лучшим методом визуализации для постановки диагноза. Эндузия, РХПГ, МРТ и КТ имеют сопоставимую высокую диагностическую точность при первоначальной диагностике хронического панкреатита. Эндузия и РХПГ превосходят в этом другие методы. А вот трансабедренальное УЗИ, которое так широко применяется, как правило, является первым методом визуализации и широко доступно в большинстве учреждений, так как оно не имеет рисков, присущих другим методам. Его чувствительность 67%, а специфичность 98%. Неопонимательное, что РХПГ не рассматривается в качестве диагностического исследования при хроническом панкреатите ввиду значимой инвазивности, локальной малодоступности, высокой стоимости. Следующая ошибка. Назначение больному редуцированной диеты, проявляющей усугубление дефицита макро-микокрентриентов, без назначения адекватной донсовестительной полиферментной терапии и, соответственно, наступлению трофологической недостаточности. Известно, что имеют место доклиническая стадия, когда имеют место истощение дипоин, мобилизация резервов, а при их истощении развивается клиническая стадия с появлением симптомов дефицитов микро- или микронутриентов. Необходимо отметить, что принципиально важно, чтобы больные с внешностью, которым недостаточно, получили обычное сбалансированное питание и адекватную ферментную терапию. А прием пищи следует распределить на 4-6 частей. Причем уже доказано, что необходимо отказаться от практики ограничения жир в рационе, поскольку его усвоение в условиях мальтигистии будет определяться только адекватностью назначаемой нами полиферментной терапии. Неверное решение о полиморбидности у больных с заболеваниями и состояниями связаны с хроническим панкреатитом и, соответственно, позднее назначение заместительной полиферментной терапии. Хорошо обратить внимание наиболее часто встречающиеся проявления полиферментной недостаточности, внешескриторной недостаточности, хамперовский гласит, патологические переломы костей, титания, снижение тургора кожи, появление петехи, появление гастрита, гастроэнтерита, полифекалия, отеки, развитие микроацитарной анемии, либо анемия Дессона-Бирмера. Несоблюдение международной и российской аккремендации по купированию болевого синдрома, приводящее в речи случаях к ситофобии. Периодическое или курсовое назначение наркотических анальгетиков парацитамол 1000 мг 3 раза в день при неэффективности кремодолу 800 мг в сутки. За этот, а скорее всего, значительно меньший период времени боль должна прекратиться. Тогда можно принимать парацитамолу потребную. Прошу обратить внимание, коллеги, что парацитамол является потенциально гепотоксичным препаратом, поэтому при его длительном назначении необходима контроль биохимических показателей сибробоцитолиза, а к кремодолу может развиться привыкание. Так что тоже на это прошу обратить внимание. При постпрандиальном усилении боли анальгетик следует принимать за 30 минут до еды, а во всех остальных случаях после. Антидепрессанты уменьшают проявление сопутствующей депрессии, могут уменьшить выражение боли, потенцировать эффект анальгетиков, изменять чувствительность ЦНС и висцеральной пнижи. Мы рекомендуем дизепрамин 25-100 мг, а метрептилин 10-50 мг. И альтернативой можно являться селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, парацитин, серталин, циталопра. Но необходимо помнить о немиотропных пазмолитиках. Вот данные нашего исследования, в которых мы наблюдали две группы больных с тяжелой экзокринной недостаточностью, в одной давался микронизированный панкреатин, достаточно высокой грузии, как видите, плюс мебиверин, а в другой только микронизированный панкреатин. Как видите, дискомфор в животе, болевой экзокринансиндром были в существенно в большей степени уменьшены, редуцированы. У больных, которые получали препараты панкреатина и миотропных спазмолитиков. Не своя руина, неадекватная по дозе и глинической форме и условиям приема назначения заместительной ферментной терапии. Ну вот, прошу обратить внимание, какова продолжительность жизни больных после оперативной несчастья в зависимости от назначения ферментной терапии. Это больные, которым назначалась заместительная терапия и они долгое время, видите, более 12 лет, из них, значит, 70% продолжают жить. И тем, которые не назначалось, как видите, обрыв на 6-м году жизни. А вот, значит, ретроспективно-анальсоваянное лечение внести с внешней секретарной недостаточности железы на выжима из больных с неоперабельным раком. Как видите, то же самое с назначением заместительной полиферментной терапии существенно, статистически достоверно, как видите, отношение риска 2-12, значит, увеличивало выживаемость у больных, которые получали заместительную полиферментную терапию. Какой же алгоритм татики заместительной терапии? Даем микронизированный панкреатин до 2-мм, значит, то есть липаза, это 50 тысяч единиц на основной прием, 25 тысяч на перекус. Нет эффекта. Переприявляем рекомендованную диету и адекватность кислотосупрессивной терапии, ну, в частности, ингибитор протона попы. Нет эффекта. Увеличение дозы методом тетравания до 75-80 тысяч на прием. Нет эффекта проверить комплайнс, возможно, больной принимает не тот препарат, который считает нужным, или не так, как вы его назначили. Если нет эффекта усилить антисекреторную терапию или добавить ее. Если нет эффекта, надо присмотреть теологию над внешней секреторной недостаточности. Возможно, если имеется толстая кишечная патология, билярная обструкция. Нет эффекта, изменяем формулировку диагноза. Ну и вот, давайте посмотрим, вот последние рекомендации по назначению, значит, заместительной полиферментной терапии. Ну, первый вариант, я вам уже доложил, рак подживши железы или неоперегабельный, или перед операцией. Значит, 75 тысяч на основной прием пищи и 50 тысяч на перекус. И ингибиторы протона помпа два раза в день. После операции панкреатодональной резекции или гастроктомии, значит, 75 тысяч на основной, 50 тысяч на перекус. И рекомендуется ступенчатое увеличение до заместительной полиферментной терапии, до разрешения симптоматики нормализации нутритивного статуса, которым мы определяемся по тем биохимическим показателям клиническим лабораториям, о которых я выше говорил. Ну и из клиника наличие синдром избыточного материального роста. Теперь хотелось бы несколько слов сказать о современной инновационной технологии EURANT MiniTabs Technology. Значит, ранее, демонстрировал препарат по торговым названиям Пандрол. Последний месяц фирма изменила его название. Причем галиническая форма осталась прежняя, но называя... Когда поменялась коробка, его название теперь называется Мизиннео, не меняя своей галинической структуры. То есть, значит, лазерная резка частиц размером 2 на 2 миллиметра, названными мини-таблетками, в каждой таблетке 511 липаза. Ну и при использовании полимеров EURANT значит, это инновационное галерное решение дает возможность получить мини-таблетки с функциональной мембраной и кислотноустойчивым покрытием. Функциональная мембрана обеспечивает пролонгированное воспользование липаза на всем протяжении желудочного тишечника, тонкого тишечника, обеспечивая адекватное переваривание пищи. Капсула не включает токсичные палаты, оболочки капсула содержат дополнительные компоненты, уменьшающие метеоризм и другие диспетические проявления. Ну вот здесь как на схемах показано строение мини-таблеток, как видите, ну это старое название. Вот так они выглядят при увеличении. И хотелось бы напомнить о трех сессиях Центрального Института гастроэнтерологии, в которых я выступал с нашими коллегами профессорами Нахуровой, Дуцовой и Урсовой, где мы разбирали различные аспекты диагностики лечения различных форм хронического панкреатита и нашей аудитории полностью согласились с тем, что использование данной галинической формы является крайне эффективным и безопасным для наших больных, особенно на стадии межсекретарной недостаточности подживучной железы. Ну вот, пожалуйста, последнее исследование из-за гастроэнтерологии. Посмотрите, пожалуйста, что 41 больной с тяжелой межсекретарной недостаточной получали припарат 150 тысяч единиц. 11 больных с умеренной межсекретарной недостаточной получали 100 тысяч. А прошу обратить внимание, она существенное уменьшение не оформлено стула, чистоты стула и полное исчезновение выраженного метеоризма. Спасибо за внимание. Александр Александрович, спасибо за доклад. Как всегда, рад вас видеть и слышать. У нас есть к вам вопрос. Наша слушатель вчера пытался задать, но вот сегодня повторяет. Пациент не обследован, никак никаких жалоб не предъявляет, при этом при узи органов брюшной полости выявлено расширение протока поджелудочной железы до 7-8 миллиметров с наличием камня в теле до сантиметра, хвости мелкие камни. Как поступать в этой ситуации? Я так понимаю, что жалоб никаких нет. Ну, хотелось бы комментировать, что как же он не обследован, если у него выявлены конкременты. Естественно, это обструктивная форма патологии поджелудшей железы, и это требует только хирургического лечения, микрохирургии. Пока не развились необратимые изменения в поджелудшей железе, поэтому необходимо обратиться к соответствующим хирургам, которые дообследуют данного больного решат вопрос о тактике лечения. Но затягивать в этой ситуации не следует, потому что еще, говорю, могут возникнуть необратимые изменения, тогда будет операция Фрея, о которой я говорил до этого, и фактически больной будет обречен на пожизнеприем заместительной полиферментной терапии в больших дозах. Спасибо. От себя я бы добавил, что все-таки наличие калькулезного панкреатита это уже свидетельство такой продвинутой стадии панкреатита, и мы ожидаем, что у таких пациентов должна быть экзо- и эндокринная недостаточность довольно большой частотой, поэтому обязательно дообследование в плане наличия экзокринной и эндокринной недостаточности. Вопрос о малоинвазивной хирургии действительно актуален, но и все-таки где-то хирурги обследуют, у нас есть специализированное отделение, входящее в отдел, которое возглавляет, вот его возглавляет Елена Анатольевна Дубцова, она скоро будет у нас в эфире, поэтому таких пациентов нужно обследовать. То, что сейчас болевого синдрома нет, это хорошо, но очевидно, что какие-то проблемы должны быть. Но, может быть, это касается очень плохо, мы же не знаем, сколько панкреатоцитов там сохранилось, там, может быть, уже и нет секретарного напряжения, потому что секретов почти нет, но, тем не менее, действительно, поэтому вы поставили правильный вопрос о том, для необходимости, наверное, и в данное время заместительной полиферментной терапии с последующей коррекцией после решения о вопросе оперативного межэксперта. А вот как по-вашему, какие критерии для начала заместительной ферментной терапии у такой пациентки? И какие дозы мы предложили бы, если она нужна? Ну, золотым стандартом это фекальные эластазы, естественно, если там нету полифекалии, нет разведения стула, тогда, может, будет ложный положительный тест, то есть, вот, и те самые простые клинические и биохимические критерии, которые говорят о том, что у человека есть проявление внешне внешне территория недостаточности, коллеги ориентироваться только на рост весовые показатели и массы тела совершенно неправильно, это еще было много лет доказано испанским панкреатологом Домингос Мунесом, знаменитое исследование, после которого и, в общем-то, революция произошла в панкреатологии в плане увеличения доз заместительной полиферментной терапии. Как оказалось, ранее мы лечили больных недостаточными дозами препаратов. Да, но вообще, если так ориентироваться на Доминго Мунеса, то он говорит о том, что есть некоторые клинические ситуации, в которых настолько велика вероятность наличия экзокринной недостаточности, что они уже сами по себе являются показанием для заместительной ферментной терапии, и к таким ситуациям относятся к калькулезный панкреатит, поэтому вполне вероятно, что уже нужно рассмотреть необходимость назначения данных препаратов. Спасибо большое, Александр Несонович. Продолжение следует... Продолжение следует...